И снова здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать уже на девятнадцатый этап нашего челленджа из грязи князей, и это Остин. Да, я вижу, что его нифига не смотрят, прямо от слова совсем, но у меня как бы есть еще три вот видео, давно записанные по из грязи князей, еще будет Бельгия, ой, тьфу, Бразилия, я выдавил. Трасса длиной 5,5 километров, имеет две зоны ДРС, одна из них очень-очень обгонная, длинная, быстрая, большая скорость там развивается и все вот такое, но есть еще и очень сложный первый сектор с эсками, который, в принципе, мне даже нравится, ну а третий сектор меня просто убивает, убивает все мое впечатление и все мое отношение к этой трассе, потому что первый сектор это полная парашек, на которой невозможно... Ой, тьфу, третий сектор это... Ой, не знаю, почему я заговариваюсь, ладно, даже вырезать это не буду, ладно. Так, продолжим мысль, третий сектор это просто парашек, не знаю, зачем ее воссоздали, потому что там вообще невозможно ездить, комплект перегревается, и вообще непонятные последние два поворота очень-очень сложные. На полной стартовой решетке у нас на поле Вальтери Босса, второй у нас Сибасьян Феттель, дальше у нас Шарли Клер, Макс Верстаппен, Алекс Албан, Серхио Перес, Карлос Сайнс, Дэн Рикьярда, ну и Ника Хюлькенберг и Ланда Дори замыкают топ-десятку. Я стартую с 20-й позиции, скорее всего с медиума, будем как-то пытаться на альтернативной тактике прорваться. Тут боты, скорее всего, поедут софт с переходом на медиум где-то круги на 11-м, но дело в том, что тут после 5-го круга со старта софт перестает работать, я-то знаю, можете мне поверить. Играем все с тактикой, во-первых, надо слить топливо, во-вторых, ставим на старт медиум, ну и в принципе на этом вся подготовка к гонке закончена, можно отправляться на трассу, ну и пытаться как-то не разбиться. И отыграть как можно больше позиций. У нас 5-100 будет круги на 18-м, если будет софт-кар, то это будет вообще плачевно, если он будет круги на 6-м, 10-м. Ну, ладно, это будет уже в гонке, а сейчас у нас старт гонки. Газ на листардует гран-призы шастов, ну я просто ужасным образом, все от меня далеко уезжают, но благодаря тому, что вход в первый ворот очень широкий, я могу залететь внутрь. Очень опасно у нас было с Квятом, мы ехали бок о бок, он меня пнул в правую часть болида, но все-таки я уже вышел на 15-ю позицию. Все благодаря широкому первому повороту. Я преследую Гасли, но перед этим мы посмотрим на повтор старта, где у нас в принципе ничего особенного не произошло, крылья вроде никто не сломал, а Вальтер Ботс просто закрыл траекторию Феттеля. Он еще, Феттель вообще еще и Леклеру позицию проиграл, так что у Феттеля снова провальный старт, Ботс поехал уезжать от двух Феррари. Может быть он наконец-то выиграет гонку. Я забыл, когда он вообще ее выигрывал. Не выиграл ли он вообще гонку? Напишите в комментариях, я просто вообще не помню. Снесло меня на выходе эсэсок, думал, что все, моя плотка закончена, но все-таки я сохранил даже свою позицию, даже не считая то, что меня снесло. Но при выходе напрямую подрубаем все возможные режимы. Аэродинамика вроде 3-7, играет очень хорошо, я подлетаю к Гасли, и из-за того, что они все рано оттормаживаются, я вообще не хотел его тут обгонять, хотел за ним притормозить. Но он слишком рано тормозил, и из-за этого потерял свою позицию. Вышел на позицию под номером 14, впереди Грожан. Но до него надо еще доехать на своем медиуме, а в 3-м секторе я от них могу даже и отставать. Да. И, в принципе, опять-таки, 3-й сектор, невозможно ехать, особенно на первом круге с полными баками и еще и на медиуме. Потому что она вообще не поворачивает машина, и вот этот вот поворот очень сложный. И вообще не понимаю, как его проходить. Бота начинает уезжать от двух Феррари, пока они там друг с другом разбираются. Но я завершаю первый круг на 14 позиции, и к Грожану подъезжаю только на третьем круге, когда разрешаю ДРС. Подрубил все, что можно, достаточно близко к нему нахожусь. И, подрубив ДРС, просто его объехал как стоячего. Ну и вышел на позицию под номером 13 передо мной. И ведут борьбу во главе группы Макларен и Рено вроде. Ну и, в принципе, пролетел немного поворот. Думал, сейчас Грожан меня перекрестят, но боты слишком тупы для таких маневров. Дальше я прошел Кими перед старт в этот вот длинный-длинный прямой, потому что он очень рано тормозит. Ну и я не могу себе просто в него впилиться, надо как-то пытаться отруливать. Ну и получилось, что я отрулил и прошел его, вышел на 12 уже позицию. Дальше у нас пятый круг, подъезжаю к Магмусу, которого я, в свою очередь, тоже атакую, потому что передо мной идет еще и борьба. И они прям очень рано оттормаживаются, из-за этого я имею шанс как-то его пройти на разгоне. Как бы я его попытался пройти, он даже сохранил свою позицию, но зачем-то решил притормозить посередине поворота и тупо пропустил меня вперед. Я вышел уже на 10-100 позицию передо мной, уже Норис и Хюлькенберг, их тоже надо бы по-хорошему пройти. Достаточно хорошо прохожу эски, у них уже начинается перегрев комплекта, это прям 100%. Видно, что я уже на медиуме побыстрее них буду. Ну и достаточно хорошо вышел на прямую, подрубил всевозможные режимы. И просто открыв ДРС, я начал к ним подъезжать как к стоячим снова. Они просто... Мы халко проходим с двух сторон с Норрисом, но я прохожу их всех. Норрис что-то попытался еще мне предъявить, как-то поравнялся со мной на торможении, но ничего более он сделать не смог. Вышел уже на 9-ю позицию. Ну а дальше у нас 6-й круг. Я догоняю Дэна Рикерда, который нахвостил Карл Сайнца, а в лидерах этой группы вроде Чеко Перес. И Дэна я просто прохожу, он сдвинулся с траектории. Я спокойненько, аккуратненько оттормозился по траектории. Да, немного пролетел, проехали бы бок о бок, но у меня выход из поворота получился получше. Во-первых, у меня уже медиум, а у них софт, который уже почти износился. Ну и во-вторых, у меня траектория. Также я вот тут вот немного ошибся, из-за этого Дэн мог меня пройти, но он не смог воспользоваться моей ошибкой. Ну а дальше у нас ходят Гасли, появляется желтый флаг, появляется, знаете что? Да, не, вы, наверное, никогда не поверите, что у нас появляется машина безопасности, правда? Да, и она выезжает на 7-м круге на круге, когда всем надо ехать на ПИД. Вот, гениально, просто тайминги работают против меня. Просто, ну, ну, вот почему так? Потому что, да, я сейчас выхожу в лидеры, но все заезжают на ПИД, и особенно Максу Ферстаппену, который переходит на хард, почему-то не на медиум. Ему вообще-то, он в шоколаде, потому что ему больше не надо на ПИД. А вот Фетель, Ботас и вся эта компашка переходит на еще один софт, и у них будет как минимум еще один пит-стоп. Меня это порадовало, потому что я не в такой жопе, как думал. Я думал, они сейчас перейдут на медиум и поедут до конца, а тут только Макс у нас ездит до конца дистанции. Хорошо провожу рестарт, у меня медиум в рабочей, как раз-таки в самой рабочей состоянии, в рабочей кондиции, наверное, так будет правильнее сказать. Инженер предлагает новую стратегию, от которой я отказываюсь, но Макс начинает от меня отставать. Ну и сразу же начинает он огребать, потому что его проходит уже и Фетель, позади там просто борьба огромнейшая. Там Сайнс пытается оброняться от Переса, от Леклера, от Ботаса. Но все-таки Ботас там просто воюет, пытается прорваться как можно выше. Ну и на 11-м круге поставил такой для себя лучший круг, позади меня уже Фетель. Ну и я такой типа на радости, что я сейчас его буду сдерживать, вот-вот-вот произошло вот это вот недоразумение. Чуть ничего и Ферстаппина не пропустил, но Фетель уже в секунде впереди, просто меня заблокировали задние колеса. Из-за этого машину выставила боком, задок начал обгонять передок и все, меня заспинило наполовину и все, я ничего уже сделать не смогу. Ну, Ботас прошел уже и Ферстаппина, там же и Леклер к Максу подъезжает. Ну и Ботас в 14-м круге добрался уже и до меня. Подрубил он ДРС, я пытаюсь от него как-то защититься. Думаю, он меня сейчас заатаковать не будет, спокойно смещается на траекторию, но у него слишком большая скорость и он со мной едет бок о бок уже на торможении. Ну и просто легко по внутренней траектории меня объезжает. Я такой типа, ну да, ну да, пошел я нахер, как говорится. Ферстаппин, конечно, очень-очень далеко, но с Ботасом я уже бороться не могу, потому что он начинает отъезжать. Вот и Леклер уже догнал, собственно, Макса, Макс еще и ошибся и Леклер вышел вперед. И тут я понимаю, что тактика Макса, которая мне поначалу казалась выигрышной, вообще не работает. Ну и на шестнадцатом круге они все заезжают на пит, наконец-таки. И я снова выхожу в лидеры этапа, но это не очень-то и меня радует, потому что у меня еще тоже будет питстоп, а они делают свой сейчас последний питстоп. Да, переходят на медиум, у меня потом будет софт, как раз таки на зацелуемом круге заезжаем за софтом. Но они сейчас ехали быстрее меня, и Феттель просто сейчас уедет очень-очень далеко. Но тут ко мне на помощь приходит тот самый Макс Ферстаппин, который едет до конца дистанции, и он замедлит и Феттеля, и Ботаса. Это прям идеально. Спасибо, Макс, за такой подгончик от тебя. Я выезжаю на четвертой больнице из бокса, вот мимо меня проносится Ботас. Чуть думал, что сейчас пропущу Леклера, но выехал впереди него, и это достаточно хорошо, минус один соперник, которого надо обгонять. Ну и отправился в погоню за Ботасом, и на 22-м круге поставил еще и лучший сектор. Я его догнал, подрубил все, что можно, с Липстрим, ДРС, Обгонежем и ИРС, обогащенная смесь, ну и он отправляется назад. Я выхожу на третью позицию, а до Феттеля еще надо доехать. Он-то сам, в свою очередь, еще не доехал до Макса, но это произойдет уже с круга на круг, да. Дальше у нас сошел вроде Роберт Кубитса, просто задабление двигателя, еще одно у Гасли оно тоже было, вроде. Ну и он спокойно себе припарковался, ничего после этого не было. Ну и на 25-м круге я, наконец-то, доехал в зону ДРС от Феттеля, который, в свою очередь, попал в зону ДРС Макса. И сразу же его начал проходить, и он сломал ему крыло. Феттель просто красавый, запорол Максу гонку, он бы спокойно доехал бы на третьей позиции до конца этой дистанции. Но Макс сломал себе крыло от Феттеля, и из-за этого он едет сейчас прямо очень медленно. Феттель начинает отъезжать, а я Макса не могу пройти в поворотах. Ну и так Феттель себе обеспечил как минимум один спокойный круг, пока я не пройду Макса и не подъеду к нему. У Макса нету левой торцевой пластины, я его прохожу прямо перед зоной ДРС, но саму ДРС я еще взял, и подрубив его, я начал обратно подъезжать к Феттелю. Ну и Макс уже начинает проходить абсолютно все. Его уже догнал Ботас, он начинает проигрывать свой подиум, к сожалению, на своей хорошей тактике. Он, ну блин, ну... Ах, гребаный Феттель, снова он кому-то ломает гонку. Ну и на 27-м круге я, наконец-то, подъехал к Феттелю, заехал к нему в зону ДРС и был достаточно близок на выходе напрямую. Подрубил все, что можно, и просто как ракета подлетел к Феттелю, и все. На этом атака моя завершилась, я на целый корпус от него отъехал на торможении, и все. На этом гонка закончилась, был уже 28-й круг, и я побеждаю в гонке, наконец-то. Не помню, я, кстати, в Мексике выиграл или нет. Вроде я в Мексике гораздо таки не выиграл, потому что я Мексику прям очень давно монтировал. И вообще все эти гонки я ехал прям очень давно, потому что сейчас мне, во-первых, ехать некогда, потому что у меня подготовка к Аору. А во-вторых, как я и говорил, в Аоре у меня слетели все сейвы, да? Классная игра, в самом деле. И еще одна радостная, очень радостная новость по поводу Аора. Кто сейчас досмотрел до этого момента? Я вам говорю, что, оказывается, я гонку выиграл, да? Потому что победителю дали 10 секунд штрафа за то, что он кому-то там испортил гонку, и этим самым я поднялся со второй на первую позицию, и получается, я победитель первой гонки Аора. Еее, найс просто, ладно. У нас из Грязи в Князи, кто за это момент досмотрел, тому будет, наверное, радостно слышать эту новость, кто ее еще не слышал. Ну и, в принципе, хоть и из Грязи в Князи смотрят очень-очень мало человек, прям там по 20 просмотров еле набирается на каких-то роликах аж около 10, а на Аоре уже под 70 просмотров. Это прям очень-очень обидно. Ну, ладно, у нас подиум первый я доехал, второй Феттель, ну и третий у нас Вальтери Боттас, который прошел Макс и Ферстаппен, а, к сожалению, Макс не смог доехать на третьей позиции из-за краски самого Феттеля. Четвертый у нас краски вроде Макс Ферстаппен, пока у нас черный экран. Я ничего не могу увидеть, потому что великолепный компьютер, который очень быстро прогружает все, что идет у меня на компе, и, наконец-то, у меня 29-го Барта будет Днюха, и на нее я себе обновлю компьютер. Просто сделаю пушку-гонку, которая будет тянуть все просто. У нас Ликлир прошел еще и Макс, а это я забыл вставить. Макс у нас всего лишь пятый, дальше у нас Магнусон, Норрис, Албан всего лишь восьмой на Рэдбуле. Райкоген и Карл Сейн забыкает топ-десятку, квят снова около очков. Вот, квятам вообще не везет. Также у нас по тактикам, у нас ноги переходили под Сэйфити Каром на еще один софт, они ехали софт-софт-медиум, и Макс, единственный чуть лишь, кто перешел на хард под Сэйфити Каром. Пока у меня тут все грузится, вы можете слышать, как у меня по столу ходит мой кот, поприветствуйте его. Вот у нас все тактики, все софт-софт-медиумы, Макс такой софт-харт, и я такой медиум-софт вообще, да. Здорово, я Андрей. А, у нас еще и Перес переходил на хард, он вообще провалился, и у него там гонка не сложилась, не срослась. Контактов у нас достаточно мало, их вроде только три штуки, два схода. Ну и в личном счете, тут уже все давно решено, я впереди Фетра чуть ли не на 100 очков. Никаких изменений нету, ни в личном счете, ни в кубе конструкторов, и мы, скорее всего, уже городский кубок конструкторов забрали к себе. Ну и на этом у меня все, всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Андрюха Рейс, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok